Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас гостях на своем канале и пришла пора подвести итоги использования тех или иных продуктов. Это у нас видео формата пустые баночки. Мне очень приятно, что вам нравится такой формат. И в этих видео, если вдруг вы не знаете, если вдруг впервые на моем канале, я высказываю свое окончательное мнение о тех или иных продуктах, которые были куплены в популярных магазинах, которые всегда можно найти в продаже. Поэтому мне приятно, что многим такие видео нравятся. Давайте приступать смотреть, что же у меня закончилось. Так, ну и первое, с чего мы с вами начнем, это ополаскиватель для полости рта, который продается в сети магазинов магнитных, их собственная торговая марка LaFresh. В принципе, нормальный ополаскиватель, если нет никаких сопутствующих заболеваний ротовой полости и не требуется какое-то серьезное лечение, то в качестве ежедневного ополаскивателя такие вот ополаскиватели-полоскалки подходят. Мне, в принципе, нравится то, что они бюджетные, хорошо очищают полость рта. Заметила, что сейчас многие ополаскиватели известных брендов подражали и понятно, в связи с чем это связано. Поэтому, да, ищешь что-то бюджетное, но в то же время полезное. Нравится, повторюсь, если нет никаких серьезных заболеваний ртовой полости, то без проблем можно покупать. Так, следующая баночка – это очиститель для ванн. Покупала я его в фикс-прайсе за 79 рублей, если я не ошибаюсь. Это средство в формате спрея, которое хорошо устраняет загрязнение. Конечно, не какие-то там суперстойкие, следы ржавчины или еще какого-то супер, такого, знаете, полусантиметрового известкового налета. Нет, ежедневное загрязнение удаляет хорошо. И мне понравился эффект, то, что после использования этого средства есть ощущение водноотталкивания, что загрязнение, они намного дольше не прилипают к поверхности ванны. Использую также для очистки раковин, унитаза. Средство хорошее. Купила уже вторую баночку, буду пользоваться, если не найду ничего более интересного и полезного. Но это мне понравилось. Ну и давайте мы с вами сейчас добьем сразу вот такие бытовые баночки. Средство для очистки унитаза. Доместас покупала в магните за 90 рублей с копейками по акции. Стандартное средство. Про Доместас ничего неплохого, нехорошего сказать не могу. Это хорошее средство, которое действительно работает. Бренд проверенный, нравится. А очищение тоже на высоте. Работает хорошо. Также еще покупала вот такой гель для устранения засора в трубах. Это средство тоже вроде бы покупала то ли в магните, то ли в пятерочке в обычных магазинах у дома. Но я бы не сказала, что прям очень хорошо очищает, причащает трубы и уходит засоры. Ну в принципе какой-то эффект был. Но больше покупать не буду. Формат мне не понравился. Больше всего мне из таких средств нравятся сыпучие порошки Санитол, которые продаются в маленьких черненьких таких пакетиках. В экспрессе тоже они есть. Вот они работают намного лучше, чем например вот такой гель Крот. Несмотря на то, что написано, что формула двойного действия не заметила. Так, еще в последнее время я в магните потела на вот такие таблеточки для сливных бочков. Стоят они там рублей 40 с копейками. И мне понравился эффект. Во-первых, это идет очищение. И их удобно использовать. Просто открутила крышку сливного банчика, бросила туда таблеточку. Она растворилась и дополнительно еще окрасила воду. Я беру с ароматом леса. И естественно вода окрашивается в зеленый цвет. И еще беру с морским ароматом. Тоже приятный аромат. Подкрашивает водичку в синий цвет. Стоит копейки за две таблетки. Хватает их примерно на полторы-две недели одной штуки. Нравится. И знаете, мне кажется, что их намного удобнее использовать, чем вот эти подвесные блоки. Но, по крайней мере, это мое мнение. Так, еще в магните покупала вот такую мицеллярную воду от Гриньера, в составе которой есть экстракт розы. Написано, что снимает макияж, очищает, продает сияние. В принципе, да, нормально снимает макияж. Хватает буквально двух ватных дисков, чтобы снять макияж с глаз. Неплохое средство. Когда будет по акции, по скидке, естественно, буду брать. А так тоже ничего плохого сказать не могу. Средство работает. Большая баночка от жидкого крем-мыла, который покупала в магазине Светофор за 60 с копейками рублей. Мне понравился вот этот приятный аромат. Молоко и мед чем-то отдаленно напоминает слабый аромат кокоса. Нормальное жидкое мыло. У меня на коже никакого чувства стяности и шелушения не вызвало, несмотря на то, что в составе есть компоненты СЛС. Так, есть у меня еще одна пустышечка из фикс прайса. Мой любимый аромат из сменных ароматических баллонов для автоматического освежителя воздуха. Покупала и за 124 или за 127 рублей по акции. Мне понравилась вот эта серия. Особенно приятный аромат, это вот аромат сухого вереска и аромат нагретого дерева, кажется, в зеленом колокольчике. Пахнут очень тепло, знаете, вот так уютно, классно. Особенно вот на зимнее время советую обратить внимание. Тем более, что стоит очень дешево и подходит для старых ароматических ароматизаторов для самих этих устройств. Я, например, свой покупала лет 7 назад. И мне очень трудно в больших магазинах по типу магнит-косметик найти сменные баллоны, потому что они не подходят. Вот у фирмы Glade новая линейка, она совершенно не подходит по размеру. Две пустых баночек патчей с Valberis. Ну, я уже про эти фирмы особо рассказывать не буду. Фирмы, они бюджетные и патчи супер бюджетные от 110 до 150 рублей. Если вдруг интересно, ссылочки на распаковки с Valberis я оставлю. Там все артикулы, все ссылки на товары патчи мне нравятся. Уже не раз вам говорила, что особой разницы с дорогими патчами я не заметила. Самый классный эффект, если их хранить в холодильнике, и когда есть небольшая отечность под глазами, использовать именно в холодном виде. Вот такие патчи беру постоянно. Кстати, будет скоро распаковочка новых заказиков. Новые патчи заказала. Новую бюджетную косметику с Valberis. Так что, надеюсь, что протестируем, посмотрим, посмеемся. Надеюсь, что останусь жива. Вот такая тоже пустышечка. Но не совсем понятно, что это. Это был крем-сыворотка в таких маленьких капсулах рыбок. И это действительно очень классный, интересный крем. Обязательно сейчас поищу артикул, потому что, чтобы не забыть, эффект кожи после его применения, это просто что-то с чем-то. Она становится настолько гладкой, бархатистой, и тональник ложится просто идеально. Классные рыбки, закажу себе, еще действительно хорошо работают. Вот от всей души советую попробовать. Надеюсь, что вам так же понравится. Ну, а еще пустая баночка от шампуня для волос из серии Faberlic. Это серия Expert. В принципе, нормальный шампунь. В запасе еще есть несколько бутылочек шампуня от Faberlic. Есть в составе компоненты СЛС, но при этом даже мои сухие волосы убитые не пересушивают. Нормально, бюджетно, здорово. Что еще я постоянно покупаю в магазинах Magnet Cosmetics? Это вот такой освежающий экспресс-маску от бренда Банька Агафья. В составе есть органические экстрактологи, и риса сибирского, и мятохолодянки. И за счет наличия вот этой мятохолодянки, эффект охлаждения и подтягивания кожи просто максимальный. Покупаю уже четвертый раз. Эта маска уже стала, знаете, моей такой палочкой-выручалочкой. Когда не высыпаешься, когда не встаешь, непонятно с каким лицом, она действительно помогает освежить. Присмотритесь, сейчас Magnet Cosmetics продается по акции и стоит очень дешево. Также несколько тканевых масочек, которые я также покупала на Валберес. Особо не буду на них останавливаться. Все показывала именно в тех обзорах. Вот такая маска зелененькая с экстрактом зеленого чая. Вот такая эта пробнички. Так, маска с гранатом, еще маска с гранатом. Маска с экстрактом розы и вот такая черничная маска. Тоже покупаю на Валберес наборчиками от 8-10 штук. Стоит очень выдано, в пределах 240 рублей. И тоже храню в холодильнике, потому что эффект использования таких масок, как и от патчей, более максимальный, именно когда они охлажденные. Ну и еще, как видите, у меня тут некоторые пробнички от сывороток, кремов, масок пилинга. Это ферма Emansi. Не помню уже, откуда у меня эти пробники, но очень-очень немного. Вот использую. В принципе, бренд мне понравился, работает хорошо. Сыворотки мне понравились. Они тоже хорошо. Кожу вот так слегка восстанавливают, увлажняют и корректируют. Вот такие пробнички. Ну, не буду и про каждый пакетик рассказывать. Просто выкину и все. Зачем она сохраняла, я не знаю. Еще, возвращаясь к покупочкам с Валберес, вот такой бюджетный консилер. Ну, если вы любите листать карточки на Валберес, то я думаю, такой консилер вы встречали. Стоит по-разному, в зависимости от магазина, в зависимости от акции, но от 60 рублей и выше. Нормальный консилер. У меня уже третья штука идет сейчас в использовании. Ничего плохого сказать не могу. Конечно, не прикрывает какие-то прямо очень большие несовершенства, какие-то большие покраснения. Но при этом легкую коррекцию его проводит и не забивается в складочки от мимических морщин. Это для меня плюс. Еще одна маленькая пустошечка, которую я покупала. Так, волосину убрать. Да убирайся, что ты. В магазине Магнит Косметик. Это вот такой гель для контура глаз. Гель филер от бренда Комплимент. Вообще, мне бренд Комплимент понравился у него. Можно найти неплохие бюджетные средства, которые действительно работают. И вот этот филер мне также понравился наносить его в качестве экстренной помощи при небольших отеках под глазами. Особенно недосыпах. И потом ложится и консилер, и тональный хорошо. Стоил в районе 130 рублей. Вот такая штучка. Это скраб для рук, бархатная кожа от бренда Кофе Мини. И у меня этот скраб был в каком-то наборе. Помните, в том году с вами разбирали различные наборчики к 8 марта. И там вот был этот скраб. Но, знаете, формат скраба для рук мне не совсем понравился. Потому что, ну, я как-то не особо часто уделяю внимание рукам. И, возможно, это неправильно. Но я, конечно, добила, чтобы он на мне не стоял. Но вот больше скраба для рук покупать не буду. Не совсем я это понимаю. Вот такой тюбичек. Это у меня гель-активатор из набора от бренда Поберлика. Это серия Оксиологи. Там три вот таких тюбика трехступенчатые. Но, к сожалению, у меня вторая ступень закончилась намного быстрее, чем две предыдущих. Возможно, те два тюбика просто выкину. Потому что, ну, посмотрю, посмотрю. В следующих видео вам расскажу. Но вот этот набор мне понравился. Там сочетание этих ступенек. Когда ты поэтапно наносишь на кожу разные косметические продукты. Они вступают в реакцию. Начинается пузырьковый. Такой эффект пузырения. Мне понравился. Кожа очищается очень и очень хорошо. И еще одна нашумевшая новинка на Валберес. Это помада от бренда Люкс Визаж. Это матовая помада. Я покупала в оттенке 120. Супер натуральный оттенок. Хорошо держится на губах. Несмотря на то, что матовая, не пересушивает кожу губ. И никакие там чешуйки, шелушки. Они на губах не видны. Стоит, конечно, я сразу скажу, не супер бюджетно. Сейчас смотрела 340 рублей цена на такую помаду. Но при этом и не супер дорого. Классная помада. Добью то, что в ней есть наличие. И, возможно, перейду на постоянку на этот бренд. Потому что мне понравилось. Ну что, друзья. Надеюсь, я не утомила вас своей болтовнёй. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, поддерживайте видео пальчиками вверх. Пишите в комментариях, понравилось вам или не понравилось. Увидимся с вами совсем скоро. Берегите себя.